Аквариум Поговорим с нашим экспертом Сергеем Новиковым Спасибо, Дарья А поводом к нашему сегодняшнему разговору Послужило обращение нашей телезрительницы Людмила Дудорова Проходите к нам, Людмила Почему вы вдруг заинтересовались аквариумами? Ну, внук меня уговорил Пообещала сделать ему подарок Ну, во-первых, потому что рыбки От них нет ни сора, ни шерсти И они молчат То есть вы решили обойтись меньшим злом Да, меньшим злом Но я знаю, что за ними уход тоже должен быть хороший Их вовремя надо кормить Чистить аквариум А это вообще воспитывает ответственность у ребенка С вами не поспоришь Это новый способ воспитания рыбками Но я хочу предостереть большинство взрослых Если вы решились приобрести Что-нибудь из животного мира В свой дом То, поверьте моему опыту 70% ответственности Ляжет на ваши плечи А для того, чтобы вы знали Практически все об аквариумах Мы сегодня пригласили эксперта Аквариумиста с огромным стажем Я очень рада Сергей Торгашов, проходите к нам Сергей, вот такой маленький аквариум Вполне декоративный Подойдет ли он для домашнего питомца? Такой маленький аквариум Нельзя даже назвать, в принципе, аквариумом Который здесь представлен Рюмка Больше камера для рыбок Скажем так То есть вы можете передержать в этой рюмке Какое-то время рыбок Но существовать долго в таком резервуаре Они просто не смогут Хорошо, давайте обозначим тот минимум Тот литраж, который необходим для двух-трех рыбок Дело даже не в самом литраже А в том, чтобы в эту рюмку, как вы выразились Нельзя, допустим, поместить дополнительное оборудование Для жизнеобеспечения рыбы А минимум какой? Давайте перечислим Прежде всего это компрессор Вторая это фильтр Здесь, если в большом, допустим, аквариуме Тут видно встроенный фильтр Вот он, черненький такой Это вот наполнители к нему Плюс обогреватель Который нужен, в принципе, тоже Для постоянной поддержания температуры в аквариуме Тогда вопрос Сколько меня минимально нужно литров в аквариуме Для того, чтобы все это оборудование поместилось И работало функционально И осталось место для рыбок Это точно Самые небольшие аквариумы бывают Стандартные, если комплектации Где-то от 20 примерно литров Ну и максимальные нет предела Самый главный вопрос должен быть, наверное, для вас Каких рыбок приобрести? Лучше начинать с золотой рыбки Или лучше каких-нибудь других рыбок выбрать? Дело в том, что золотые рыбки Очень много кушают Из-за этого очень сильно портится вода Поэтому для них должен быть рассчитан Более большой объем воды Чем для, например, тех же самых гуппи Сергей, одна из самых частых ошибок С которой сталкиваются начинающие аквариумисты Это та, что они ставят аквариум на самое светлое место На подоконник Через день зацветает вода Воду сливают из аквариума Наливают свежую Проходит день-два Вода зацветает Сливают Они говорят Аквариумистика не для меня Что делать? В первую очередь надо выбрать место для аквариума Где солнечные лучи будут попадать Как можно меньше на аквариум То есть в самое темное место в квартире Самое темное место в квартире Где не будет прямых солнечных лучей Во всех аквариумах практически новых есть Лампа, освещение У аквариума свой свет Световой день в аквариуме должен быть Если это аквариум с живыми растениями Где-то от 8 до 12 часов Если без живых растений То еще меньше Желательно не больше 6 часов Тогда аквариум у вас будет С прозрачной водичкой С чистыми стеклышками всегда Это здорово Это программа Дешево и сердито Учимся ухаживать за рыбками Я знаю, что есть еще необходимое оборудование Которое помогает содержать аквариум в чистоте Об этом подробнее Совершенно верно Фильтр В первую очередь у нас Как я уже тут показывал Здесь он встроенный Здесь же это у нас скребочек Которыми рано или поздно Все равно небольшой налетик на стеклах Всегда образуется Поэтому это скребочек Который поддерживает ваши стекла в чистоте Та вода, которая течет в кране Прямая для рыбы Как таковая непригодна Ее надо подготовить прежде всего То есть если мы берем Вот такой стандартный аквариум Нельзя покупать сразу аквариум Рыбок сразу одним днем Сначала надо купить аквариум Оборудование Прийти домой Найти место для аквариума Нужно поставить его Залить водой Включить фильтр И в таком состоянии Аквариум у вас должен Недельку стоять И готовиться А потом уже через несколько дней Только мы можем Посадить первых рыбок Все как у людей Купили квартиру Ремонт небольшой У меня вопрос Константину Бушевому Константин скажите пожалуйста Затратно ли это дело Содержание аквариума И можно ли сэкономить Даш у меня есть очень близкий друг Который занимается аквариумистикой Уже очень-очень много лет Честно скажу Это затратно И очень на самом деле Я скажу как человек У которого два аквариума дома И на самом деле Сэкономить здесь Очень трудно Дорогие мои Если вы думаете Что маленькой рыбке Нужен только один стакан воды И она будет радовать вас Десятилетиями Обитая в этом стакане Вы ошибаетесь Аквариум на самом деле Затратное дело А рыбка живая И для того чтобы она не умерла Вам придется потратить Деньги И свои собственные силы Хорошо подумайте Перед тем как заводить аквариум